Меня зовут Кристофер Лукицыч. Я директор по связям в Европе компании Airbnb. Это торговая площадка, на которой можно сдать или снять недвижимость по всему миру. Airbnb расшифровывается как Airbed and Breakfast – гостиница с надувными матрасами. Так назывался наш первый сайт. Его создали в 2008 году два дизайнера из Сан-Франциско. Однажды им было нечем заплатить за жилье, а в городе проходила конференция по дизайну. И они решили заработать, сдав свою квартиру другим дизайнерам. Вот только места у них не было. Но они купили три надувных матраса, надули их и сдали место на полу своей квартиры. Они встретили гостей в аэропорту, дали им путеводители, одолжили свои билеты на автобусы и метро. А потом еще и город показали. Все прошло так здорово, что ребята поняли, на этом можно сделать бизнес. В 2008 году был запущен сайт. Компания быстро развивалась, и сейчас у Airbnb 11 офисов по всему миру со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Мы сдаем любую недвижимость – от комнаты в чьей-нибудь квартире, однокомнатный такой вариант, до огромных вил и даже частных островов. В прошлом году мы открыли семь новых офисов в Европе. У нас замечательная команда в Москве, которая обслуживает пользователей в России и во всем им помогает. У нас очень интегрированная компания, инженерная команда, отдел по связям, отдел маркетинга, служба поддержки постоянно работают вместе. Конечно, мы много пользуемся e-mail, но еще мы активно используем гугловский G-Chat, когда официальные мейлы писать не обязательно. Часто пользуемся видеоконференциями. Это удобно. Очень много работников в разных офисах, в разных странах. Большая часть наших сотрудников работает за пределами США, а эффективная внутренняя связь для нас очень важна. Все наши рабочие встречи транслируются онлайн. Каждую неделю проходят глобальные планерки, и все наши сотрудники из всех офисов на планете смотрят их в реальном времени. Airbnb в первую очередь обслуживает путешественников, так что мобильные технологии для нас на первом плане. Мы стараемся сделать так, чтобы наше приложение ничем не уступало сайту, чтобы телефон был полезным ресурсом для туриста. Я с интересом слежу за тем, как мобильные технологии развиваются и меняются. Как компании разрабатывают приложения для карманных устройств. Мне кажется, мы еще в самом начале пути. И приложения, и мобильные браузеры — это только первые шаги в области мобильных устройств. И в будущем телефон станет для нас чем-то принципиально иным, нежели сейчас. План Б на сайте rbk.ru